44-дневная война за восстановление территориальной целостности Азербайджана завершилась победой благодаря мужеству и стойкости его сыновей. Один из этих героев – 28-летний шехид Джавид Гасанов. Джавиду было всего два года, когда его отец ушел на фронт в Первую Карабахскую войну, вернувшись с нее инвалидом. Все эти годы молодой человек не мог смириться с оккупацией земель и с детства мечтал освободить их. Когда началась Отечественная война, он добровольно отправился на передовую. Джавид стал шехидом, проявив героизм в боях на Хаджавенском направлении. «Я не могу говорить о сыне в прошедшем времени, он всегда будет жить в моем сердце. Джавид очень любил родину, он гордился своим отцом, еще в детстве говорил друзьям, что тоже пойдет воевать за Карабах», – рассказывает мать шехида Мирвари Гасанова. «Я знаю, что значит война. Сам ветеран Первой Карабахской войны, инвалид второй группы. Мой сын рос очень умным, любознательным ребенком. Джавид поступил в вуз, набрав высокие баллы, и с отличием окончил университет. Прекрасно говорил по-английски, работал инженером-нефтяником в иностранной компании, достойно представлял страну за рубежом. Но любовь к родине была для него превыше всех благ, и защищать ее он считал своим долгом и честью», – говорит отец Джавида Микаэль Гасанов. «Светлая память шехидам, терпение и низкий поклон их родителям. Мы благодарны вам за победу, храбрые сыны Азербайджана». Сегодня в Баку прошел грандиозный военный парад, посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне. В параде на площадь Азадлык приняли участие более 3000 военнослужащих, около 150 единиц боевой техники, в том числе современная военная техника, ракеты и артиллерия, системы ПВО, а также боевые корабли и катера. Ветераны Отечественной войны также прошли по площади Азадлык. В параде приняли участие и турецкие военнослужащие. На площадь Азадлык внесли «Знамя Победы». На параде была продемонстрирована часть военных трофеев, захваченных азербайджанской армией у вооруженных сил Армении, в боях за освобождение оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих районов. Военные самолеты оставили небе над Баку шлейф в виде флага Азербайджана, а с боевых вертолетов были вывешены флаги двух братских государств – Азербайджана и Турции. Парад принимал президент Азербайджана, верховный главнокомандующий вооруженных сил Азербайджана Ильхам Алиев. В качестве почетного гостя на параде выступил президент Турции Реджеп Таиб Эрдоган. Азербайджанские земли находились под оккупацией на протяжении почти 30 лет. Захватническая политика Армении против Азербайджана в начале 90-х годов привела к оккупации наших земель. Как передает канал 13, об этом 10 декабря, выступая на параде победы на площади Азады в Баку, сказал президент Азербайджана, верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев. По его словам, в действительности агрессивная политика Армении началась еще в конце 80-х годов прошлого века. В то время сотни тысяч азербайджанцев, проживавших на территории нынешней республики Армения, были изгнаны с земель своих прадедов. Зангизурские, Геучинские и Рыванские Махалы – наши исторические земли. Наш народ на протяжении веков жил на этих землях. Однако руководство Армении тогда изгнало азербайджанцев с их земель. Та же картина наблюдалась и в Нагорном Карабахе. Армянская сторона совершила военное преступление против мирного населения Азербайджана. Хаджалинский геноцид, сказал президент. «Мы много лет на всех международных мероприятиях рассказывали правду о Карабахе, проделали большую плодотворную работу. Но, несмотря на это, нам пришлось восстановить нашу территориальную целостность на поле боя. Считаю, что прилагаемые нами в последние годы политические и дипломатические усилия принесли свои плоды. Сегодня я с большим чувством гордости могу сказать, что Азербайджан достиг желаемого, восстановил историческую справедливость и международное право. Азербайджанские солдаты 44 дня сражались за прекращение оккупации, чтобы справедливость восторжествовала и мы смогли добиться этого. Армянской армии можно сказать нет, она уничтожена. И после этого, если армянский фашизм вновь поднимет голову, то и результат будет тот же. Снова железный кулак Азербайджана сломает им хребет», сказал Ильхам Алиев. В своем выступлении президент также отметил, что с первых дней отечественной войны Азербайджан ощущал поддержку Турции. Президент Реджеп Таип Эрдоган с первых часов поддержал правое дело Азербайджана. Его открытые и однозначные категоричные заявления обрадовали азербайджанский народ. Мой брат Реджеп Таип Эрдоган сказал, что в этой войне правда на стороне Азербайджана, подчеркнув, что наша страна не одинока и Турция всегда рядом. Политическая и моральная поддержка, оказываемая Турцией и Азербайджану, вызывает чувство гордости у каждого нашего гражданина. Своим присутствием на параде победы мы еще раз доказываем народу и всему миру наше единство, сказал глава государства. Карабах – это Азербайджан. Наша цель – дальнейшее процветание региона. Именно к этому будут стремиться Турции и Азербайджан. Об этом, как передает канал 13, заявил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, выступая на параде победы в Баку. Турецкий лидер поздравил руководство и народ Азербайджана с победой в борьбе за целостность Азербайджана, выразил соболезнования родным и близким павших героев. Эрдоган подчеркнул, что боль Азербайджана – горечь Турции. Радость Азербайджана – это праздник и для Турции. Поздравляю сынов азербайджанской армии, которые после 30-летней разлуки воссоединили Карабах с родиной, целуя руки матерей, отправивших сыновей на фронт с молитвами. Так же, как гвоздики, возложенные на могилы шахидов 20 января напоминают о независимости. Цветок Хары-Бюль-Бюль на горно-карабахского региона стал символом свободы азербайджанских территорий, сказал Эрдоган. По словам турецкого лидера, за 30 лет оккупации армяне разрушили все населенные пункты на захваченной территории Азербайджана. Армяне разрушали даже кладбище азербайджанцев, грабили природные ресурсы, отметил Эрдоган. Президент Турции напомнил, что с началом контрнаступательной операции вооруженных сил Азербайджана армяне продолжили военные преступления, обстреливая города и села Азербайджана, что привело к гибели до 100 мирных жителей. Однако это не помогло противнику, и Армения понесла сокрушительное поражение. Президент Турции выразил уверенность в том, что Азербайджан под руководством Ильха Малиева продолжит успешно продвигаться к новым достижениям и успехам. Эрдоган также выразил уверенность в том, что Турция и Азербайджан продолжат сообща продвигаться к новым успехам, успешно противостоять вызовам. Освобождение азербайджанских земель от оккупации не означает завершение борьбы, подчеркнул Эрдоган. Президент Турции отметил, что руководители Армении долгие десятилетия тратили ресурсы народа на удержание земель Азербайджана под оккупацией. Те, кто обрек Нагорный Карабах на разрушение, смерть и слезы, должны взяться за ум. Если народ Армении вынесет должный урок из последних процессов в Карабахе, то в регионе откроется новая страница развития, сказал Эрдоган. Азербайджан на параде победы на площади Азадлык впервые показал спецподразделение Яроса службы внешней разведки. Насколько известно, это самое засекреченное спецподразделение в вооруженных силах Азербайджана. Оно принимало активное участие в освобождении азербайджанских земель от армянской оккупации, причем работало в основном в глубоком тылу противника. В частности, они одними из первых вошли в Губадлы. Бойцы Яроса считаются элитой и гордостью азербайджанских вооруженных сил. Согласно пункту 9 заявления лидеров трех стран от 9 ноября, разблокируются все экономические транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской республики и Нахчеванской автономной республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. Также было условлено, что по согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, которые связывают Нахчеванскую автономную республику с основной территории Азербайджана. Как передает канал 13, об этом во время еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. Как вы понимаете, разблокирование экономических связей, строительство новых коммуникаций – это процесс длительный, в него необходимо вовлечь многие профильные структуры, и главные вопросы будут решаться властями Азербайджана и Армении, которые, насколько нам известно, сформировали специальные механизмы реагирования на возникающие в ходе постконфликтной фазы проблемы. Наиболее перспективным сегодня направлением выступает восстановление железнодорожного сообщения. При содействии российских специалистов проведено первичное обследование приграничных участков железнодорожной инфраструктуры Нахчеванской автономной республики, а также прилегающей границе железнодорожных линиях в Армении, сказала она. В этой войне много символических совпадений, написал на своей странице в фейсбук председатель партии «Одна Армения» Артур Казинян. Он отметил, что в день государственного флага Азербайджана был освобожден город Шуша. День рождения Манте Милканяна был передан Келбаджар. Уверен, что есть также много других заранее спланированных символических унижений, с которыми молча согласился и которым подчинился Пашинян, написал Артур Казинян. Он также представил очередной пример символического унижения. По его словам, парад победы в Баку прошел 10 декабря. Именно в этот день, в 1991 году, карабахские сепаратисты объявили о своей так называемой независимости. Демонстранты в Ереване забросали яйцами кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна, въезжающий на территорию правительства. Издание «Айсор Ам» опубликовало видеозапись инцидента. Напомним, что сегодня у здания правительства прошла акция протеста с требованием отставки Пашиняна. Кроме того, участники акции раскидали мелкие монеты, выкрикивая, что эти деньги рассчитаны на покупку новых игрушек для дочери Пашиняна. Ранее первая леди Анна Купян написала в соцсети, что отняла у пятилетней дочки несколько игрушек и книг, чтобы передать детям в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.